Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется, не умереть, а именно уснуть. Вдумчиво и наедине. Так поэт Ефим Беренштейн любит слушать песни Владимира Высоцкого. Говорит, великий артист для него стал целым событием. В далеком 76-м гумер миллионов приехал в Калинин, чтобы дать 6 июля сразу несколько концертов. В политехе, академии ПВО и госуниверситете. Студент филологического факультета Беренштейн тогда помчался в правком, чтобы достать заветные билеты. Попасть на концерт в тот день было практически невозможно, но все-таки удалось. Проходы все были забиты. Это было совершенно удивительно. Яблоку действительно в прямом смысле было упасть негде. Ну вот моя гениальная идея. Ребята, пошли через толпу протиснулись. И сели верхом на крышку этого фортепиано. Выше всех, и вроде как хоть и сбоку, но было видно и слышно. О том, как Высоцкий вышел на сцену, Ефим Беренштейн помнит буквально в деталях. Коричневая джинсовая рубашка, темные джинсы и гитара. Это было поразительно благородно. Никаких прыганий, скаканий, беганий по сцене. Вот микрофон, вот я, вот я говорю. И что меня совершенно поразило, это действительно работа. Потому что сразу могу сказать, когда он уходил, он отвернулся, у него вся спина была мокрая. И так с полной отдачей Владимир Высоцкий относился ко всему. Он снимался в кино, играл на сцене, писал стихи и музыку. Умел, говорят, стать другим человеком, вжиться в любой характер. И это, конечно, поражало абсолютно каждого. А голос, хриплый, с надрывом. С первых нот его узнает даже тот, кто не так близко знаком с творчеством великого артиста. Сам он при жизни даже отшучивался. Я со своим голосом ничего не делал. Голос всегда был такой. Я даже был, когда вот таким маленьким пацаном, и читал стихи каким-то взрослым людям. Они говорили, надо же, какой маленький, а как пьет. В годы строгой цензуры он затрагивал запретные темы. Пел о повседневной советской жизни. Его знала вся страна, но принимал не каждый. Кто-то его просто боялся из-за его неординарности. Ведь, обратите внимание, он никогда не был диссидентом, у него ничего антисоветского не было. А воспринимали его как носителя истины, правды. Ну, какой-то другой правды. Правды человеческой. Голосу целой эпохи Ефим Беренштейн посвятил книгу, названную строчкой из песни «Корабли». Но мне хочется верить. В книгу вошли воспоминания известных царетян, которые знали Высоцкого лично. Эксклюзивные фотографии с выступления, а также уникальные аудиозаписи из калининских концертов. К 80-летию, со дня рождения Владимира Высоцкого, Ефим Беренштейн планирует расширить сборник и добавить еще малоизвестные факты творческой биографии. Любимого многими артиста не стало 37 лет назад. Но его песни все еще звучат в колонках и наушниках людей разных поколений. А это значит, что сегодня он остается в сердцах людей не просто кумиром, а абсолютной легендой. Я, поля, влюбленным постелю, Пусть поют во сне и наяву. Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, я люблю, и значит, я...